МОБИЛИЗАЦИЯ Санкции против Рамзана Кадырова. В США вводят ограничения против семьи главы Чеченской Республики. Кадыров будет жить после того, как Путин определяет власть, но если он останется в России, то совсем не будет. Речь может идти о часах и днях. Польша подумывает требовать репарации не только от Германии. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России. США собирается передать Украине новое вооружение. И не только США. Спасибо, что смотрите нас. Обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А также не забывайте ставить лайк на видео, оставить комментарии и все для того, чтобы мы знали ваше мнение. Будьте активными, ведь так нас с вами становится больше. Давайте делать доброе дело вместе. Начнем. Николаев под обстрелом российской артиллерии практически круглые сутки. Но в некоторые районы области, там где более безопасно, уже начинают возвращаться жители. Сегодня ночью обстрелы были только окраин города, без разрушений и жертв. Скажем так, за эти два дня обстрелы из РСЗО и артиллерии были по всей линии фронта. Сегодня ночью получили еще ракеты по городу Очакову, Черноморка, Калиновская, Мешково-Погорелого тоже. Где это все горело? В поле, непонятно и хорошо, ракеты утилизируют. Пока еще ситуация на сейчас стабильная, подконтрольная и с перспективами, которые понемногу реализуются. Под обстрелами и Кривой Рог. Россияне не оставляют попыток его затопить, повредив дамбу на реке Ингулец и бьют по гидротехническим сооружениям. Обстреляли Кировоградскую область. И обо всех последствиях всех обстрелов можно узнать из нашего телеграм-канала, увидеть все фото и видеоматериалы. Так что подписывайтесь, нехто лайв в телеграм. Окупационный глава Крыма Сергей Аксенов в первых рядах не только по предательству, но и по подхалимству. Сегодня он заявил, что готов мобилизировать крымчан. Но если быть точным, то, цитирую, «готовить добровольцев в регионах». Конец цитаты. Ну и похвастался, что план уже выполнил и перевыполнил. Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Все началось с того, что глава Чечни, Рамзан Кадыров, призвал каждый регион обеспечить российскую армию и так называемую специальную военную операцию добровольцами. Хотя бы тысячу, как говорит Кадыров. И тут становятся логичными слухи, которые появились в местных крымских чатах и пабликах о том, что выезд за пределы полуострова для мужчин станет возможным только с письменным разрешением от военкомата. Откуда берутся такие инициативы? Неужели от веры в вооруженные силы? Поставили, дали ему в руки автомат и все его любят за это. Ну, условно говоря. Кадыров будет жить после того, как Путин потеряет власть. Но если он останется в России, то совсем недолго. Речь может идти о часах и днях. Ну, даже я сильно затруйзываю. Если только он будет прятаться неделями в горах, может быть, там речь пойдет о неделях в каком-то более долгом сроке. Вот он понимает, что если сейчас что-то произойдет, то ему конец. Понимает. У него же, как бы, так сказать, интуиция очень сильно развита. Уход Путина или его исчезновение Путина от власти, скажем так, или там что-то с ним случается, с элитой там с ним сводят счет, назначает крах и смерть для очень многих высокопоставленных людей, которые сегодня в фаворе при власти, при деньгах, при влиянии и прочее. Конечно, они рвут там пупок, чтобы как-то удержать ситуацию. Кстати, Соединенные Штаты Америки вводят санкции против Рамзана Кадырова. Точнее, усиливают против него и вводят санкции против членов его семьи. Новые истории, а проблемы старые. Российский оккупант звонит домой, а тут его слушает разведка. И узнают все о службе, условиях, командирах и даже про батальон Ахмат. Каждый раз я сидею, когда ты пропадаешь. Сам посидел здесь. Что случилось опять? Бой был? Да? Жестко? Жестко, б***ь. Сначала юртушка отработала. Там, где сидели, снаряд прилетел в стену, пробил и не взорвался. Вот, если бы прилетел, взорвался, все, до свидания, нахуй. Потом миномет снес в стену, где прятались, нахуй, дома. Вышим, нахуй, крышу снес. Потом бежали, когда танк нашел, е**ал рядом. 15 метров где-то там прилетела, нахуй. Ты же командир какой-то новый там, б***ь, по рации, вместился петух какой-то, команда петушины, из-за него место спалили. Весь день п***ратили нас. Угу. Плюс охмать, сила, с**ались, трусы, е**аны. Никакой ротации не будет у нас, с**. Седьмую дивизию меняют, которая больше всех за**алась, видимо, в ту лутость недели. Совет МАГАТЭ принял резолюцию, в которой потребовал от России покинуть Запорожскую АЭС и прекратить любые действия на территории станции. Против этой резолюции проголосовали Россия и Китай, а представители федерации уже успели пожаловаться, что никто не учел обстрелы станции украинской артиллерии. Видимо, потому что их не было. Германия таки передаст Украине реактивные системы залпового огня Марс-2. Правда, всего две. Ну и добавит еще 50 бронетранспортеров Динго для патрулирования и разведки. Об этом сказала министр обороны страны Кристин Ламбрехт. И еще больше оружия для введения боевых действий на востоке и юге пообещали в Пентагоне. В Казахстане проходит саммит Шанхайской Организации Сотрудничества, на котором проходят странные встречи. Вот вроде этой. Вы всегда откликались на наши просьбы, на мои просьбы. И в последних выборах вы принимали участие в президентских выборах. Вы могли увидеть Беларусь, оценить ее. Или вот тут, где Путин пытается оправдать свое присутствие. Такое тесное трехстороннее партнерство вполне естественно, учитывая как географическое соседство, так и давние традиции дружбы и взаимные поддержки, уважения и симпатии друг к другу, народов России. Польша намерена и дальше требовать репарации от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Но не только от Германии. Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне. Поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России. Думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться. Польша собирается потребовать у Германии репараций на сумму 1,3 миллиарда долларов. Министерство иностранных дел Германии говорит, что вопрос решен и Польша отказалась от репарации еще в 1953-м. Все пропало, но оснований для паники нет. В так называемой Луганской народной республике пришло время успокоить всех местных жителей. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Определенных успехов противник достиг. Практически на сегодняшний день он находится у границ Луганской народной республики. Но еще раз повторюсь, оснований для паники никаких нет. Республика живет в штатном режиме. Нет причин для паники. Просто пакуйте вещи. Алкоголь становится проблемой для Путина. Говорит, что нужно бороться с заболеванием. И даже знает, как именно. Показатель заболеваемости с диагнозом алкоголизм и алкогольный психоз в 2021 году составил 122,6 случаев на 100 тысяч граждан. Это он с губернатором Владимирской области поговорил. Приблизительно месяц назад, видимо, Владимирская область особенно провисает в этом вопросе, так что ее нужно подтянуть. Нужно уделить должное внимание объектам культуры. Создавать условия для того, чтобы люди посещали эти объекты. Воспитывать интерес к культуре. И действительно, к культуре в Кемерово открыли международный театральный фестиваль. Больше ничего не хочу о нем говорить. Хочу, чтобы вы написали что-то сами в комментариях. Слишком много вопросов. Боюсь, даже больше, чем ответов. На эту минуту у меня все. Спасибо, что вы с нами и поддерживаете ресурсы Нехта. Лайки, репосты и комментарии – это очень важно. И они помогают расширять нашу аудиторию. Кроме того, что нас с вами становится больше, это еще и означает, что больше людей узнают правду. До новых встреч и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова